приветствую вас братья и сестры кто был на служении в прошлую пятницу если вы помните у нас было три проповеди одним проповедником был андрей бережной он читал из книги второе параллель поминон и он приводил примеры жизни раваама царя и когда я слушал проповедь возобновились мысли об этой истории я многое уже подзабыл мне стало интересно думаю нужно восстановить когда я начал читать эту историю и родилась эта проповедь увидел некоторые интересные мысли хотел бы сегодня с вами поделиться и может быть мы даже повторим прочитаем тот текст который слышали в прошлую пятницу и наверно основной стив будет тот же который и андрей проповедовал но вначале я бы хотел подвести к тексту нас кто помнит во время царя давида было очень много воин бог доверил давиду завоевать народы опустошить землю от врагов и во времена давида было такое положение израиля когда они в основном воевали давид собрал очень много сокровищ он определил границы государства он обложил людей налогами и вот это все он передал сыну своему соломону и во времена царя соломона это было единственное время 40 лет когда правился соломон когда израиль достиг своего пика царствования никогда за всю историю израиля не было такого царства как времена соломона не было войн был мир было процветание было богатство серебро было равноценно камню написано соломон сделал торговлю люди приезжали торговали соломон построил величественный храм было очень много паломников то есть люди которые хотели приехать страну увидеть насколько там процветание увидеть этот храм услышать не только слухом но и увидеть о той славе о которой все слышали что же происходит в израиле соломон очень много построил во времена соломона написано ну люди роскошествовали сам царь жил в роскоши ему привозили и павлинов и обезьян привозили и разные музыкальные инструменты он услаждался весь израиль жил и наслаждался царствование и вот пришло время когда соломон состарился когда он умер вместо него стал его сын равам царем во времена соломона был еще один человек и и равам которого изгнал соломон он был в египте и вот когда стал сын соломона равам царем израильским написано и равам вернулся из египта и он собрал израильтян при людей и они пришли поговорить с равамом с новым царем новое правительство все поменялось стране у него новые советники новое окружение и вот они приходят с идеей предлагает ему говорят равам твой отец соломон слишком уж много налогов на народ наложил тяжело жить так с налогами сделай немножко послабление чтобы мы служили тебе и тебе было хорошо и нам было хорошо и вот царь равам говорит им хорошо придите ко мне через три дня и он позвал советников написано старейшин которые уже имели опыт они были при царе давиде у них есть опыт знания они понимают людей потому что прожили жизнь и он спрашивает у них как поступить мне и не говорят если ты сделаешь для народа приятное послабление они будут верно тебе служить тогда он позвал своих друзей новое правительство новое окружение ребята которые с ним выросли которые были его одногодки своих сверстников и советуется у них что вы скажете они говорят ему не нужно делать им послабление а наоборот пускай работают еще больше платят и вот вы наверно помните эту историю когда пришел и равам с израильским народом и услышали такую новость царь равам еще в грубой форме им сказал он сказал что говорит если вас наказывали бичами я буду вас наказывать скорпионами скорпион это такая веревка а на конце металлический такой шип он как бы в грубой форме сказал что не будет вам послабление и тогда произошел раскол в государстве раскол который изменил историю израильского государства существование израиля до наших дней никогда больше израиль не был настолько вместе как во времена до царя равама 10 колен израилевых кроме иуды и вениамина откололись они отошли от равама и говорят нет нам доли сыней и сеевом они отошли получился государственный переворот если сказать современным языком революция царь равам остался с двумя коленами а 10 колен это большая территория большая часть народа они откололись и теперь когда царь равам видит в каком находится он положении он видит то что он остался в меньшинстве он оказался опозоренным он думал что сейчас применит он применит такую силу скажет что будет налогов еще больше люди просто испугаются и будет ему верно служить но не тут то было отделилась десять колен и вот он собирается на войну и мы теперь читаем второе паралипоменон 11 главу с первого стиха и прибыл равам в иерусалим и созвал из дома иудина и вениаминова сто восемьдесят тысяч отборных воинов чтобы воевать с израилем и возвратить царство раваму и было слово господня к самею человеку божию и сказано скажи раваму сыну соломонову царю иудейскому и всему израилю в колене иудином и вениаминовом так говорит господь не ходите и не начинайте войны с братьями вашими возвратитесь каждый в дом свой ибо мною сделано это они послушали слов господних и возвратились из похода против иероваама равам же жил в иерусалиме он обнес города иудеи стенами он укрепил вифлием и ефам и фикою и вефцур и соха и адалам и геф и марешу и зив и адараим и лохис и азеку и цору и айалон и хеврон находившиеся в колене иудином и вениаминовом и утвердил он крепости сии и устроил в них начальников и хранилища для хлеба и деревянного масла и вина и дал в каждый город щиты и копья и утвердил их весьма сильно и оставались за ним иуда и вениамин и священники и левиты какие были по всей земле израильской собрались к нему из всех пределов ибо оставили левиты свои городские предместия и свои владения и пришли в иудею и в иерусалим так как оставил их иероваам и сыновья его от священства господня и поставил у себя жрецов к высотам и козлам и к тельцам которых он сделал а за ними из и из всех колен израилевых расположившие сердце свое чтобы взыскать господа бога израилева приходили в иерусалим дабы приносить жертвы господу богу отцов своих и укрепили они царство иудина и поддерживали раваама сына соломонова три года потому что ходили путем давида и соломона все три года 12 глава 1 стих когда царство раваама утвердилась и он сделался силен тогда он оставил закон господин и весь израиль с ним мы прочитали события когда раваам собрал войско пришел и пошел на войну он думал сейчас он силой свои территории которые у него отобрали он их вернет себе потому что он понимал что такое сила и мощь государства которое было у соломона он же видел как жил отец он видел какими благами он пользовался он жил в роскоши также и теперь он понимает что всего этого он лишился и он хочет это все вернуть но в этот момент написано когда бог к нему проговорил через пророка и сказал не нужно этого делать не нужно воевать с братьями он послушался бога это был его верный шаг дальнейшему царствованию слушаться бога что бог ему говорит и кажется действительно очень хорошо он послушался бога он не пошел на войну и он начал укреплять свое государство теперь получилось израиль который был в прежнем виде 12 колен как они вышли из египта как они вместе жили какое было у них устройство один закон один бог один народ служение храм все что бог написал через моисея навекаем в роды и родов чтобы они выполняли теперь раскол произошел и теперь равам царь он укрепляет иудейское царство написано он себе города обнес стенами армии укрепляет щиты делает он укрепляет свое царство а и равам теперь царствует на израилем и если мы будем читать третья книга царств она описывает хорошо эти события и равам знает что центр израиля был где братья сестры в иерусалиме иерусалим это был центр всегда это был центр бога поклонения это была столица это все люди постоянно исполняя закон каждый год по несколько раз приходили туда для поклонения и равам все это понимал и он подумал теперь все равно израильтянам нужно поклонение богу и они все равно пойдут туда на территорию противника на территорию с кем у него теперь война вражда он отделился и он вводит идолопоклонство он написано строит капище делает литых тельцов и ставит священников которые будут возносить курение идолам то есть всяких лже священников священники и левиты во времена моисея когда он разделил уделы всему израилю и когда перешли с иисусом навином израильский народ в обетованную землю мы знаем что была земля поделена каждому колену был дан свой удел но колену леви ну у дела не было это были из колена леви на священники и левиты которые должны были заботиться о служении о скинии о храме и о всем что связано со служением и им были выделены только города было выделено 48 городов по четыре города в каждом колене где жили левиты и священники и у них были города и предместья земли где они могли там что-то сажать или скот свой чтобы пасся у них 48 городов и теперь когда произошел раскол в государстве произошел раскол географический определились новые границы здесь два колена здесь 10 колен и священники и левиты оказались по разную сторону эти священники и левиты которые в основном священники в большинстве которые жили недалеко от иерусалима они остались здесь возле храма недалеко а остальные остались в израильском царстве и здесь я бы хотел обратить ваше внимание и главную мысль своей проповеди подвести с 13 по 16 стих и священники и левиты какие были по всей земле израильской собрались к нему то есть крова аму к нему из всех пределов ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения и пришли в иудею и в иерусалим так как оставил их иероваам и сыновья его от священства господня и поставил у себя жрецов к высотам и козлам и к тельцам которых он сделал и 16 обратите внимание а за ними и из всех колен израилевых расположившие сердце свое чтобы взыскать господа бога израилева приходили в иерусалим дабы приносить жертвы господу богу отцов своих разделение в государстве обстановка непростая обстановка сложная от поклонения к богу полностью противоположное поклонение идолам то есть израильский народ который жил который знал живого бога который приходил в храм который все слышал он слышал закон он знал как поступать теперь на тире на этой территории совсем другое правитель его окружение они насаждают идолопоклонство и насаждают его очень серьезно потому что он видит угрозу что народ перейдет обратно и его сердце расположиться крова аму священники левиты которые были там они переходят на территорию иудеи они жертвуют чем своими городами своими владениями и они переходят сюда чтобы быть возле храма чтобы служить чтобы быть в том как определил бог ну что интересно написано вот 16 стих а за ними и расположившие сердце израиле были люди которые несмотря на эту ситуацию враждующую они любили бога они чтили бога и они не побоялись этого переворота наверное они решили пусть политика политикой а мы будем служить господу как бы ни было и написано они ходили в иерусалим они не оставили свои владения люди также и жили на территории израиля но они любили господа и когда они увидели пример левитов которые ушли оставил свои владения стали мы идем за господом эти люди не побоялись они постоянно ходили для поклонения в иерусалим но посмотрите это было недолго когда мы прочитали 12 глава 1 стих когда равам пожил три года такое благоденствие господь его благословил конечно он разрешил этим священником левитом быть на его территории служить храму он исполнил божий божье повеление относительно войны не воевал бог его благословляет у него он строит города укрепляет все три года благоденствия а потом написано что равам в такой жизни хорошей отошел от бога и весь израиль с ним написано и весь израиль с ним люди смотрели на вождя казалось бы вот только недавно вы же так хорошо жили вы же избрали путь господин но вот как поступил лидер и люди туда пошли я хотел бы обратить внимание на этих людей которые жили на территории израиля и которые не боялись вспомните еще историю когда уже прошли несколько несколько десятков лет в израильском царстве то которое делилось стал править царь ахав его жена и езавель знаем эту историю это было жесточайшее время время когда они истребили всех пророков когда они истребляли все что связано с бога поклонением потому что же были еще люди те же левиты которые все-таки остались жить они уже не ходили на для служения в храм они жили в своих уделах не все вернулись были люди которые пророки которые служили богу когда бог через них учил людей закону они всех уничтожили и вот пророк или я убегает вспомните в испуге убежал и бог не спрашивает почему ты убежал от кого ты скрылся он говорит всех убили в стране все идет без божия без божия все против бога всех убили и моей души ищут а бог ему открывает секрет сколько еще человек помните есть в израиле кто чтят бога 7000 или я о них не знал братья и сестры не всех бог выбирает для видного служения илью бог послал говорить царю или я один сражался против всех этих правителей против ахава и езавели все окружение все пророки валовы помните всю эту историю эту резню которая была на горе после жертвоприношения как он убивал всех этих валовых пророков и он думал что он один потому что бог ему просто доверил эту миссию а у бога было еще 7000 человек написано которые в это жесточайшее время не преклонили колен перед валом для нас это должно быть братья сестры большим примером мы живем в стране где все может поменяться люди сегодня и в всю историю своего существования они были в зоне риска это гонение это притеснение убиение но библия оставляет для нас вот такие примеры для того чтобы мы увидели верность господу нужно проявить насколько для господа дороги и те были 7000 людей они не сражались против ахава они не были там на этой горе это было служение или и но они были дороги в глазах бога потому что они не преклонили колен они может быть жили в каких-то отдаленных местах израиля даже не там где было основное какое-то идолопоклонство движение и они там на своей земле в своем месте не признали валов они признавали только одного живого бога и бог видел их сердца бог видел сердца тех людей которые не побоялись при разделении при революции при том что в новые законы поменялись теперь нужно идти поклоняться идолам теперь вот ваш бог теперь вот ваши священники обращайтесь к ним они этого не побоялись и они пошли в иерусалим для поклонения по влечению сердца что они знали живого бога пусть сегодня правят правители по-своему мы прочитали здесь был хороший момент когда бог раваму говорит не идите на них войною потому что это было от меня заметили братья сестры это был божий план у бога есть план для земли и он будет его совершать иногда в череде событий мы удивляемся может быть возмущаемся негодуем господу просим господи да пусть закончится там война да пусть закончится вот это а у господа есть план а господь говорит а в этом плане а ты будь верный разделение израиля было господом допущено но ты будь верный ты иди в иерусалим и поклоняйся ты не бойся ты служи мне и господь хочет от этого от нас независимо от того что будет происходить в жизни кого-то господь может быть пошлет правителям кого-то в миссионерскую поездку кто-то будет говорить им массам но господь будет смотреть на наше сердце когда мы отдельно живем он нас знает как мы реагируем стыдимся ли мы бога или нет может быть это будет маленькая группа людей на работе но они все будут придерживаться точки зрения политической безбожной они будут идти за аборты за однополые браки и так далее а вы одни будете которые отстаивать другие законы божьи постыдитесь вы или вы сможете в этом же коллективе если вы будете одни сказать нет это господу не угодно или же другая ситуация останемся ли мы верны господу так как были верны ему израильтяне когда у них были тяжелые обстоятельства пусть бог нас благословит чтобы сохранить верность господу в любых обстоятельствах аминь помолимся